Якобы альтернатива такой вот, есть Спербанк, ставший просто Спер, и есть Яндекс плюс Банк Тинькофф. Там воры, тут воры, они такие в конгломерации якобы сплавляются, конкурируют, никакой конкуренции там нет. Они проросли друг в друга, и только для нас разыгрывают какие-то баталии, якобы там даже скрытые такие, вот вы-то поглядите, тут есть какая-то тайна, никакой тайны нет. Ворье остается ворьем, вот, никуда от этого не денешься, и Тинькофф, там просто некуда штампы ставить, ну, мало того, что еще знаменит он порнографической рекламой, которую почему-то допустили в течение длительного времени, она болталась, вот. И еще одно художество Тинькофф, вот он ФФ, он не с русской фамилией, он с антирусской фамилией, у него вот так, ФФ в конце. Еще одно художество, это заключение соглашения с моим родным Фистехом. Ну, скажем так, элитный вуз был в советские времена, готовили для оборонных отраслей, ученых, для ядерной отрасли, для авиационно-космической и так далее. И вот в 90-е годы просто было куплено ректорское место, и ректором стал человек, которого по-нашему, по-студенчески, звали Калкалыч Николай Николаевич Кудрявцев. Он у нас был на нашем факультете куратором старших курсов. Когда я был студентом, я был студентом старших курсов, сначала младших, потом старших, и все это время он был куратором с какого-то перепугу, человек, который никаких достижений в науке не имеет, никаких достижений в области образования не имеет, стал ректором элитного по тем временам вуза, завел там какой-то гуманитарный факультет, факультет невесты, что ли, я не знаю, для какой цели. И сейчас вот карточка Тинькофф, она же карточка Фистеха, обещает какие-то льготы самому Фистеху, фистеховским студентам, жителям города и так далее. Они так вот окучивают, окучивают якобы цифровыми технологиями, окучивают ваши мозги, откучивают вашу жизнь. Это все обман. Обман. То есть ты, получив карточку Тинькофф, якобы еще имеешь возможность заказать пропуск, чтобы пройти на территорию Фистеха. Я бывший Фистех, и обучение на Фистехе отразилось фундаментальным образом на моей жизни. И я говорю Фистехам, не берите, будут заставлять, не берите. Заставили ножницы и в урну, не пользуйтесь. Да, там какой-то процент, кэшбэк, там все это весь этот бред сивой кобылы. Не забивайте себе мозги всякими этими кэшбэками. Это просто перераспределение, которое вашу жизнь никак не определяет. Скорее, оно определяет состояние ваших мозгов. Если вы ориентируетесь в этом направлении, то превратитесь в самом лучшем случае, такой может быть единица на 100 тысяч, в какой-нибудь вариант Мавроди, который, про него даже фильм сняли, его там так не называют. Ну вот, там высшее умение это посчитать доходность там в какой-то сложной ситуации, в уме там перемножить несколько цифр. Это же не наука, это не наука, это профанация, профанация экономики, профанация даже банковского дела, профанация рынка ценных бумаг. Вот профанатором вы сможете стать ученым никогда. Поэтому старайтесь вот то, что вас не делает ученым, выбрасывать в мусорное ведро. Если вы уже затеялись, да, есть такие знакомые мне люди, которые, не проработав ни дня в науке, просто перескакивали в коммерцию. Кто-то успешен, кто-то менее успешен. Но ради этого вы учились на физтехе. Если вас интересуют просто доходы, это одно, тогда зачем тогда на физтех поступать? Если мозги у вас хорошо устроены, вы даже на физтех можете поступить, но поступите куда-то в другое место. Зачем занимать место, где мог бы учиться человек, который хочет стать ученым? А ученые – это подвижничество, это миссия, это, может быть, и страдания, в том числе и материальное неблагополучие. Это обычное дело для ученого. Ученые богатыми никогда не бывают. Никогда. Но они бывают богатыми только в национальном государстве, где правительство понимает, что такое ученый на самом деле. Не чиновник от науки, а именно ученый. Ну, ни в СССР это не понимали, ни уж в путинской деградационной системе не понимают тем более. Ну, может быть, это спасает некоторых физтехов, которые не поняли, что с самого начала наука – это подвижничество. И как вовремя им предоставляют шанс уехать за рубеж, там где-то работать в зарубежных центрах, но только не здесь. Там наука еще где-то остается, такая мелкотравчатая. Или сменить профессию, прямо сразу со студенческой скамьи прыгнуть. Тогда прямо вот, да, тогда карточка Тинькофф – это прямо для вас. А для приличных людей нечего иметь дело с этими выродками, самыми настоящими, уже утратившими облик человеческий, уже не способными к творчеству вообще. Их творчество – это перераспределение и устройство новых технологий, перераспределение общественного богатства в свою собственную личную пользу. А там что? А там яхты, там проститутки, там зарубежные виллы и так далее. У них фантазия же очень ограниченная. Вот если вы готовы ограничить свою фантазию не научным творчеством, а вот этим, ну тогда вам туда. Вам туда, к вот этой олигархической сволочи. Еще большой вопрос, возьмут ли вас туда. Достаточно ли вы тупы для этого? Вам надо сильно отупеть. Вот чтобы взять в руки карточку Тинькофф, надо сильно отупеть. Вы что, тупицы, фистихи? Я обращаюсь к молодому поколению. Вот я надеюсь, что нет. Поэтому, ну переживете вы этого Калкалыча, ну переживете этого Тинькоффа. и займетесь своим непосредственным делом, для которого вы предназначены. Поэтому стремитесь оставаться учеными, а это безвремение пройдет, а может быть не пройдет, но вы будете ближе к Богу, когда будете заниматься именно наукой, а не ее профанацией. Слава Руси, Господи, спаси! Слава Руси, Господи, спаси!